А что это вы тут все разложили? Твои подарки на день рождения? Да, вот такую красивую сумочку для фотоаппарата мне подарили. А зачем вы все это здесь разложили, ребят? Мы хотели показать твои подарки на день рождения. Шапочка розовая с ламинго, она уже в двух видео была. Так, Ань, мы снимаем распаковку, будем? Мы хотели подарки твои показать. Открытка самая любимая тебе, не буду говорить, что в ней написано. Даже космоходы мои сюда зимние положили. Так, ребят, вы серьезно хотите снять распаковку подарков на день рождения? Да. И ты хотела показать. Ну да. Миша, а что ты ела? Вкусняк на ушку. Вкусная была? Ага. Ладно, хорошо. Тем более Алиса в позапрошлый раз очень уж хотела распаковать сочинские подарки. Да, потому что я люблю подарки. Подписывайся скорее на наш канал, слышишь? Подпишись. Ой, ой, я упала. А заодно объявим победителей нашего конкурса Magic Photo. Да, мы же им подарки приготовили. Посылочки. Ну хорошо, ладно, давайте. Ух ты, там шарики. Только сначала нам надо новогодний лайк, вот там внизу. Где он наш лайк новогодний? Ань, ну, давай. Сейчас, 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 вот он наш новогодний лайк. Ставь лайк, если тоже любишь подарки. И распаковки. Шарики, шарики, шарики. Ань, а Алиса тут шариками играет воздушными, слышишь? Да, ребят, шарики я уберу, потому что животными нельзя играть воздушными шариками. Вдруг лопнут. Это вас напугает и будет стресс. Аня, а давай начнем с этой салатовой коробочки. Она приехала из Германии, здрасте она. Да, от Виктории Великойте. Из Германии, прикольно. Коробочка очень красивая. Что же там нам прислала Витория? Ух ты, что это такое? Варежка какая-то. Так, что же это такое? Интересно. Это какая-то перчатка, а на ней привязаны игрушки. Ею, наверное, нужно играть с вами. Какая парикольная штучка. Обязательно потом ей поиграем, а может даже видео снимем. Жалко, что она несъедобная. Юмич, у тебя все лишь бы съесть. Так, что это у нас такое? Это рисунки. Смотрите, вся магическая семья нарисована. И отдельно вы все вместе. А еще тут мой портрет. И Мишанька наша отдельно. Очень красиво. Обязательно на стену славы. Это письмо, я его потом прочитаю. Ань, слушай, это ты забыла сказать про ролики на других каналах. Это вы обычно все это обсуждаете. Просто на главном канале вышел такой важный ролик. Да, вы правы. Я очень хочу, чтобы ребята посмотрели. Да, я его видела. Ты так трогательно рассказала. Мэджики обязательно должны пойти и посмотреть его. Оставь ссылку. Да, моя первая собака умерла, когда я была еще совсем маленькой. Обязательно оставлю ссылку в описании. А наши поеданные Мэджики посмотрят и поставят лайк. Да, Вит? Конечно. Погодите, ребята, это вы про главный канал. А на канале твоем, Ань? Смотрите, какие тут банданки для вас. Да, на моем канале тоже вышло видео, но только не про смерть собачки, а про новогодние истории из моей жизни. Глаз несъедобный. Зато вот эта штучка съедобная, Юмичу. Ой, мама, это что собачий шоколад? Я сейчас с ума сойду. А давайте перед Новым годом снимем видео про сладости. Да, будем их дегустировать. Кстати, тут банданка еще для Юми с мячиком. Интересная идея, ребята, я, пожалуй, добавлю ее в вопрос. Ты убрала шоколад? А то я тут с ума сошла. Тут еще для меня очень красивые резиночки. И вот такие прикольные голографические стикеры. А еще фотография Виттории с ее собачкой. Ну что ж, тут еще в коробке осталась какая-то странная штука. Это белый скиттлс. Что, серьезно белый, что ли? Написано limited edition. И что это значит? Это значит, что он редкий. Погодите, погодите, ребята, вам нельзя такое. То есть, выпустили Юмичу, тебе нельзя это. Несколько таких пачек. И даже сами конфетки белые. Сейчас попробуем. Ну что, как он на вкус? Вкусно. Вкусно? Ммм, да, очень прикольно. Ммм, похоже на обычный скиттлс. Кис, Алиса? Напиши в комментариях, какие сладости ты любишь. А? Я хочу распаковывать сочинские подарки. Давайте скорей. Смотрите, какой антистресс блокнотик. У него такая чешуя из блесток. И если делаешь рукой или пальцем проводишь, он меняет свой цвет. С розового на голубой. И он такой красивый. Может, тебе его подарить? Смотрите, какую Хеллоу Китти подарили. Софиш, это я думаю тебе. Ты же обожаешь Хеллоу Китти. Она немножко испачкалась при переезде в пакетике. На нее лизун какой-то вылился. Ну, ее же можно постирать, да? Конечно, постираем. Еще вот такой вот блокнотик. Розовенький Magic Family глянцевый. Привет. Вот такая милая новогодняя собачка для фотографий. Красивая поняшка. Помните, Алиса хотела собирать поняшек? Такая вот красивая розовая коробочка. А в ней всякие мелочи. И вот такая самодельная хендмейт-открытка. А еще вот такой вот сочинский зайчик беленький. Прикольный. Жалко, никто зайчиков не собирает. Еще один спиннер в мою коллекцию. И еще один. Вот такая вот игрушка-апушишка для киски Алиски. Она опять где-то хулиганит, видимо. А ты что за зверь такой? Живой что ли? Что это за монстр такой в горшке? Зачем ты сюда залез? Спорядался тут от меня, да? Кто-то сделал нам хендмейт-елочку, но пока она ехала, поотваливались всякие игрушечки с нее. А можно поняшечку я заберу? Красивая резиночка для волос. Вот такой вот деревянненький котик. Юми, не поняшку. Нет, я хочу, чтобы поняшка была моя. А, Юми забрала поняшку. Ну, Софиш, ну ладно. Она же маленькая, ей все хочется забрать себе. Еще одна прикольная собачка новогодняя, подставочка для фото. И игрушка покемона. Покемон? Ну, это я. Так, эм, покемона я тоже себе заберу. Пожалуй, это же я покемон. А еще девочка сделала целый вот такой вот магнит из наших фотографий. Его можно куда-нибудь примагнитить. А вот в таких вот красивых бумажных конвертиках были... Ань, зачем так странно разговариваешь? Да, мы же не маленькие дети. Ну, ладно, извините. Я не знаю, из чего они сделаны, но там были ваши мордашки. Это Миша и Юми. Вот такую вот красивую мне стиражку со стразой подарили. А можно мне стиражку со стразой взять, пожалуйста, в свой штабик? Ань, ну стиражка же розовая, розовый мой цвет. Так же нечестно, Юми еще себе заберет. Софиш, зато в твою коллекцию еще одна Хеллоу Китти. Вот такая вот игрушечная баночка Кока-Колы. Я думаю, это для Рики и Лаки на Новый Год. Там же нет Кока-Колы. Ну, Юми, ну... А еще вот такой вот прикольный пушистый салатовый пенал. Только там ничего нет. И малышам нашим Рики и Лаки вкусняшечки на Новый Год. А нам вкусняшечки, Ань, а? А вам попозже я дам. Очень красивый брелок-сердечко. А еще, Софиша, тут медальон в честь тебя. Написано Софии Косточка, розовенький, как ты любишь. А, класс, спасибо. А он, он, он съедобный что ли? Он съедобный? Нет, Юмичу, я не знаю, из чего он сделан, но он не съедобный. А я там видела яичко, яичко видела. Какое еще яичко? Ну, вот такое, яйцо. Юмичу, ну какая же ты смешная. Да, я поняла, о чем ты. Ты про вот это розовое яйцо, в котором очередной либо лизун, либо пластилин. В общем, что-то из чего можно, наверное, лепить, я так понимаю. Шу, бека какая! Еще мне подарили вот такой прикольный набор стикеров. Кое-что тут для хендмейда. Вот такие блесточки. Ой, пюрышка приклеилась. Еще один лизун для наших экспериментов. А также... Что это такое? Это очень прикольно. Вас четверо и наш основной цвет канала, нашего главного розовый, мне подарили четыре вот таких вот розовых косточки, чтобы ходить с вами гулять и собирать ваши какашки в пакетике, в общем. Ты уже насобирала? Нет, фу, Юми, здесь пакетики специальные. А-а-а! И их целых четыре штучки, этих косточки. Развешу на себя и пойду. А где леденец? Какой леденец? Да-да, вот это леденец. Это не леденец, Юмичу, это так сделаны резинки для волос, они сделаны в такой как бы чупа-чупс. А-а-а, я думала леденец. И еще один покемончик, только брелок. Покемончик в мою коллекцию пойдет? Ну, конечно, куда же еще, Юми? Так, его надо припрятать. Мне подарили еще два очень необычных спиннера, а еще тут для вас кое-какие одежки. Короче, мы их как-нибудь с вами нарядим. Я еще нашла два таких магнитика, только Эйвен и София. Ну и, конечно, кроме того, что подарили мне, вам тоже еще целая гора подарков из Сочи. И вот такие вот наши портреты в разных рамочках. А теперь давайте объявим победителей нашего конкурса, Мэджик Фото, которым мы сами, в смысле ты, отправишь подарки. Ты же сама будешь в подарки собирать, Дань? Да, и положу туда нашу фотку с автографом и письмом. Давайте до того, как объявим победителей, скажем, чтобы ребята не расстраивались. Если они проиграли, да. Потому что сейчас мы начали еще один конкурс новогодних фотографий. Все условия написаны в нашем инстаграме и вконтакте. Так что почитайте, обязательно поучаствуйте. В этот раз будет пять победителей. А сейчас мы объявим победителей Мэджик Фото. Короче, нам было не важно, что это за фото. Двуногие или питомец, или вместе. Главное, чтобы фото было интересным и передавало новогоднее настроение. А не просто сфоткались без стараний. Но даже таких фото оказалось очень много. Хотя почему-то фото двуногих было не так уж и много. Нет, их было много, но они были не особо творческие. Короче, выбрать было очень трудно. Но мы взяли себя в лапы и через силу выбрали трех победителей. Арина 7089. И ее очень красивая новогодняя фотография. В ней действительно присутствует какая-то волшебная новогодняя атмосфера. Они явно постарались. Дарья Девяшина. Подобных фотографий было много. Но Дашина фотография передает какую-то особенную новогоднюю атмосферу. От нее прям сложно оторваться. Хоть она и сделана, в принципе, просто. Маша Бакирова. Можно сказать, здесь вообще ничего сложного нет. Но Маша постаралась придумать оригинальную идею. Она написала как бы письмо Дедушке Морозу. От хомячка. Маша победила за свою оригинальную идею. Короче, я имею в виду, что фото не обязательно должно было быть красивым. Понимаете? Важно было сделать что-то оригинальное. Аня будет собирать три подарка для победителей. А вы не расстраивайтесь. Пожалуйста. Вы можете участвовать в новом конкурсе. Это тоже конкурс фотографий. И тоже новогодних. Для всех животных и людей. Так что выкладывайте свои фотки и вы. Юми, все уже поняли. В инстаграм и вконтакте. Юми, все уже поняли. Смотри ролики на других каналах. Подписывайся, ставь лайк и голосуй в опросе. Юми, хватит уже. У меня может настроение новогоднее. О, понятно. И у меня может тоже настроение новогоднее. Как я сейчас карабкаюсь на шкаф так. И ты переходи по ссылкам внизу. Здесь же был монстр цветочный. А куда он делся? А почему его тут нет? Он что, улетел? Поставь лайк, если ты не редиско. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик, если ты его найдешь. Сможешь первым увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой комик. Значит, возможно, возможно, возможно. Он в наше видео вдруг попадет. С Новым Годом вас! Да не Новый Год еще.